добрый день значит мы много лет занимаемся детскими автокреслами и вот что интересное хотим вам рассказать мама часто интересуются спрашивают какой угол наклона насколько хорошо ложится спинка в детском автокресле то есть допустим дальние дороги ребенок захочет спать будет ли ему удобно то есть как хорошо наклоняется спинка автокресла не будет ли вперед свисать голова и так далее но особенно это актуально вот когда человек хочет купить через интернет кресло и как ему это узнать угол наклона в описаниях автокресел как правило этого нет и мы заметили что приходится как вот определять угол наклона но приблизительно по фотографиям не всегда фотографии соответствуют не всегда сделано правильно в общем это очень сложно определить и мы решили купить специальный инструмент для измерения угла наклона детского автокресла и стали измерять то есть ставим автокресло на стенд берем вот такой приборчик и измеряем насколько хорошо можно ложится может ложится детское автокресло и создали специальную таблицу таблица реальных параметров детских автокресел угол наклона спинки там и другие параметры вот смотрите например вот берем какое-нибудь автокресло вот название его потом угол наклона автокресла максимальный против движения тогда ребенок маленький насколько она может опускаться потом максимальный угол наклона по движению это когда ребенок уже подрастает мы разворачиваем по движению а потом есть мы ввели такую такой столбец как рекомендованный максимальный угол наклона по движению дело в том что в некоторых креслах допустим мы можем физически опустить вот до такого угла наклона это очень большой угол наклон очень хорошо ложится кресло но рекомендовано по инструкции делать вот такой угол то есть вместо четвертого положения переводить в 3 когда ребенок едет по движению то есть там где есть такое ограничение по инструкции то есть можно посмотреть то есть возможно опустить так но рекомендуется вот так дальше мы промеряем на некоторых автокреслах максимальную высоту сиденья то есть выдвигаем на максимум подголовник вверх и вот расстояние от сидушки до верха подголовника мы измеряем то есть кому под какой рост максимально она подойдет потом тип автокресла значит смотрите есть поворотные автокресла которые крепятся на изофикс плюс якорь стандартные кресла они обозначаются вот так звездочка 360 градусов то что его можно поворачивать почему звездочка смотрите потому что есть еще автокресла которые крепятся по принципу изофикс плюс упор в пол у них нет якоря здесь обозначено что кресло может поворачиваться независимо от того как она закреплена то есть упор в пол не мешает полному развороту автокресла на 360 градусов здесь же где звездочка якорь он может не давать повернуться особенно положение по движению поэтому мы ставим звездочку то есть это ограничение без звездочки с упором пол нет ограничений ну и группу пишем там допустим от рождения там до 12 лет 036 килограмм и самое интересное что здесь можно будет вот подбирать в этой таблице достаточно будет щелкнуть ну допустим мы хотим набрать и узнать вот какой по максимальному углу наклона мы щелкаем по этому столбцу вот так это самые минимальные пойдут а если мы хотим еще раз щелкнем значит это будет начинается с максимального до минимального вот такая вот сортировка то есть вот максимальный угол наклона против движения или максимальный угол наклона по движению мы можем посмотреть щелкнув вот такого больше меньше 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 и также по другим параметрам такие как вот максимальная высота сидения и по всем этим системам можно так щелкать по столбцам и отфильтровывать табличку мы постепенно будем заполнять вот будет будет добавляться еще модельки разные кресел в общем будет удобно пользоваться можно будет смотреть есть пояснение по таблице вот если кто-то что-то не запомнит можно будет здесь посмотреть на этой же страничке вот угол наклона изображен вот значит в описании видео мы поставим ссылку на эту табличку вы можно будет заходить и пользоваться если что пишите допустим нужно будет какое-то кресло измерить которого еще нет таблицы но главное чтоб она у нас было в наличии в магазине мы возьмем там как будет время и по мере табличку его занесем потому что не все сразу успеваем делать вот так спасибо за внимание до свидания